МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовить вместе с Нюргуяной кимчи. У нас будет мастер-класс по кимчи. Здравствуйте, Нюргуяна. Итак, расскажите, пожалуйста, про кимчи. Это исконно корейское блюдо, да? Да, кимчи – это национальное корейское блюдо, без которого не обходится ни одна трапеза корейцев. Это каждый день они кушают? Или это какой-то праздник определенный? И утром, и днем, и вечером. Как закуска? Прекрасно. Ну, я знаю, что наш... Ну, в Якутске очень популярный кимчи, но, может быть, многие не знают, как его правильно готовить. Поэтому расскажите, из чего он кимчи готовится? В первую очередь, конечно, нам понадобится пекинская капуста. Я уже ее продержала в течение двух часов в соленой воде. Три литра воды. На три литра воды один стакан соли. Замачиваем в течение двух часов. Хорошо отжимаем. И так, далее нам нужно будет соль, сахар, чеснок, редиска, редька, точнее, лук, маленький кусочек имбиря. Кочуткару – это крупномолотый красный перец. Он именно в Корее использует. То есть его в местном производстве нельзя найти, да? Это именно какие-то корейские? Ну, можно найти в магазине у нас. Как называется? Кочуткару? Кочуткару. Интересно. Так, хорошо. А сколько редьки нужно использовать? Редьку я приблизительно беру, если две упаковки капусты пекинской, то приблизительно вот такой кусочек редьки нам понадобится. Хорошо. Это на сколько человек мы делаем? Так, ну, здесь получается приблизительно вот такая вот тарелка получится у нас. Думаю, что на 3-4 дня нам пакет. Хорошо, давайте с чего начнем? У меня руки уже чешутся, что они будут сделать? Так, в первую очередь нам нужно будет подготовить соус. Из чего? Для соуса мы берем редьку, блендер положим. Блендер поставлю сюда. И редьку туда, я так предполагаю, нужно будет засунуть, да? Сейчас мы редьку туда... Все, высыпаем. Все, высыпаем. Чеснок. Чеснок тоже сюда сразу? Я думаю, хватит. Сюда положим. Я так предполагаю, это где-то грамм 100, наверное, редьки. Да. 4 зубчика чеснока. Сахар. Сахар. Хорошо. Полтора столовой ложки. Полторы столовой ложки. Соль по вкусу, я обычно ложу одну чайную ложку. Одну чайную ложку, хорошо. Так. Нужно еще что-то другое? Сейчас имбирь. Тогда я пока закрою. Имбирь приблизительно размером помидор черри. А без имбиря не обойтись, да? Да, без имбиря не обойтись. Он дает специфический вкус. Да. Хорошо. А помимо вот этого блюда, чем, какие еще есть блюда в Корее, которые, может быть, наши земляки не знают? Очень популярно в Корее мясо. Поль гудейки со сладком соусе. Это как? Это кисло-сладком соусе или именно мясо? Мясо... Свинина там, где где-то. Ну, я бы не сказала, что прямо кислое оно. Но в основном оно сладкое. Мясо с рисом, с овощами. Тоже туда сразу кидаем. Что-то еще нужно сюда? Так, лук положим. Полностью лук. Соус делается именно в блендере, да? Да. То есть по-другому его нарезать, закидать, перемешать невозможно. Да. Хорошо. Так, один лук. И полстакана воды заливаем. Итак, давайте подытожим. Здесь у нас редька, лук, сахар, полторы столовые ложки, соль, одна чайная ложка, чеснок, по-моему. И еще один из главных ингредиентов – это рыбный соус. И рыбный соус. А какой рыбный соус? Это анчоусный соус. Сколько нужно? Проблизительно на одну четвертую стакана. Я набегаю. Ух ты, никогда его не использовал. Можно я? Всю заливаем. Всю заливаем. А как, извиняюсь, по стоимости этого сеть, все эти ингредиенты? Сколько выходят? По стоимости, да, приблизительно. Наверное, рублей на 500. Хорошо. 500-700. Залил. Аромат очень вкусный. И все перемалываем. И перемалываем, да? Хорошо. Сначала крышка у меня отошла. А, да, немножко нужно поправить. Так, давайте. Вот, есть зона. Все, хорошо закрываем. И по окнам положить. Хорошенько перемалываем. Хорошо. Как долго нужно перемалывать это делать? Ну, чтобы до однородной консистенции. До однородной? Все, уже достаточно. Достаточно. Окей. Что с ним дальше делать? Так, теперь кладем сюда соус наш. Выливаем. Угу, не убивайте полностью. Дальше что я сделаю? Сможете открыть? Конечно, конечно. Так. У меня такой вопрос. Перца мы ложим по вкусу, но я обычно где-то приблизительно один стакан. Это острый перец? Это острый перец, жгучий. Прямо жгучий. Так, тогда в стакан высыпаем. В стакан сначала высыпаем. Вся корейская кухня, она острая? Да. А есть ли какие-то неострые блюда? Неострые блюда тоже есть. Это какие? Например, суп топ-кук, который едят на Новый год. На Новый год? Да, на Новый год. Немного, правда ли? Так, я думаю, достаточно будет. Это все острый перец? Да. Так, хорошо. Угу. Звучи. Все. И перемешиваем тщательно. Хорошо. А вот я слышал, что в Корее едят собак. И она часто задает такой вопрос. Ну, это очень, на самом деле, деликатесом считается. И очень дорогое блюдо. Дорогое блюдо? Не каждый может себе позволить. А с чем это связано? Почему оно дорогое? Потому что их на самом деле выращивают, этих собак. Специально, да? Специально выращивают. Специально. Там какая-то порода прямо есть, которая подходит для потребления. Интересно. А вы, извиняюсь, пробовали уже? Я, честно говоря, пока еще не осмеялась. Вам больше нравится? Но планирую. Якутская кухня симпатизирует, да? Нет, я больше корейскую, наверное. Все-таки больше корейская. Без корейской еды я не могу тоже. Планируете попробовать? Да. Или вот те, которые кушали, на что похоже блюдо из собаки? По вкусу? Я не пробовала, но планирую. Нет, я имею в виду, вы из тех, может быть, вам рассказывали уже, на что оно похоже? Ну, я так думаю, что, скорее всего, на жеребятину, наверное, похоже. Вот. Так, хорошо. Мы перемешали, получается, это все. Он стал очень-очень острым, этот салат. Я вижу, у меня жгет все внутри. Так, что дальше делаем? Так, теперь добавим лук, парень. Срежем. Вот на такие один сантиметр. Крупные кусочки мы распорезаем. Одному сантиметру приблизительно. Я знаю, что у вас дедушка, да, по-моему, из Кореи был? Да, моего дедушка звали Кан Ян Ко. Кан Ян Ко. Он приехал сюда в 1917 году на золотые прииска Валдан. В 1917 году много из людей? Да, их было очень много. Было много, и братья с ними приехали. Затем он переехал в Амгу, в село Амгу, где в 40 лет он женился на моей бабушке, которой было всего 20 лет. И вы с Кореей связь держите все равно, да? Да, я постоянно езжу в Корею. В этом году уже? И в этом году ездила. В Новый год вы сказали, что суп принято в Корее кушать. Да, суп из рисовых плетцек. И этот суп не острый? Не острый. Еще какие есть традиции? Вот я знаю, что, допустим, в Америке в День Благодарения индейку едят. Вот у вас зимой суп. Что еще есть? А в Новый год току. В току. Хорошо, давайте продолжаем. Так, все, теперь мы берем капусту нашу и нужно будет промазать тщательно. Надевайте перчатки. Так, хорошо. Что будем делать еще раз? Промазываем каждый листочек данным соусом, как приготовленный. Промазываем каждый листочек соусом. Каждый листочек тщательно. Так, и насколько тщательно это нужно делать, времени может быть. Изблизительно вот так вот. Хорошо. Потом открываем листочек и под ней тоже. Сначала, дорогие телезрители, мы сверху обмазываем, потом внутри, чтобы тоже не забываем, скрываем лист и внутрь тоже. Вот все это. Этим соусом мы все обмазываем. Так, вот я один раз сделал. Дальше куда его? Нет, и с той стороны тоже нужно. А, с задней стороны. Так, хорошо. И сюда можете положить. Это уже готовое блюдо? Нет, это нужно будет еще сутки продолжать. Простоять? Сутки должно оно простоять. Да, простоять. А это уже готовое. А это вы уже принесли как раз-таки. Да, уже готовое. Ну, хорошо, давайте уже закончим с этим. Так, ну, и я повторю вопрос. Вот есть суп, как называется он? Топ-кук. Топ-кук. Как он готовится? Туда добавляется, значит, бульон мясной добавляется, лёгки рисовые. Ну, и овощи. А из чего? Это говядина, это свинина? Говядина в основном. Строго говядина, да? Нет, нет, не строго. Хорошо. А еще какие есть национальные блюда? Национальные блюда также мне очень нравятся. Томсуёк. Томсуёк. Есть перевод, кстати, название какой-то? Томсуёк. Ну, это как мясо кисло-сладком соусе. Ну, мы любим мясо кисло-сладком соусе все. Очень нравится также мне соевый суп, тенчанг-кук. Тен... как? Тенчанг-кук. Тенчанг-кук. Тенчанг-кук, ага. У него такой своеобразный вкус. Может быть, не каждому иностранцу это нравится. А на что он похож? Когда уже привыкните... Ой, он похож. Вот не передать, это нужно попробовать. Допустим, что там? Ну, там используется соевый соус. Тенчанг называется. Перец и овощи. Так. Так, нужно будет хорошенько все. Почему оно должно еще сутки, вы сказали, простоять? Да, простоять под прессом. Для того, чтобы ферментация была. Ферментировалась. Для человека несведущего. Что значит ферментация? Для закваски. Для закваски уже лучше. Хорошо. И потом мы, получается, вот эту капусту уже будем... Надо будет нарезать кусочки, да? Да. И оно еще должно простоять немножко, или уже все, она готовая. Вот это вот уже готовое. Это вчера вы сделаете? А вот это вот будет завтра готовое. Хорошо. Так, под прессом. Какой-то, может быть, определенный пресс. Как вы делаете пресс? Ну, обычно я вот в данной посуде делаю. Приблизительно где-то на три упаковки пекинской капусты. И сверху я ставлю бутылку с водой. Давайте закончим, я думаю. Все, капусту не успеем, пока поставьте. И сделаем, давайте, символически, но сделаем пресс. Чем мы можем сделать пресс сейчас? Так. Рукой. Вот так вот на сутки, дорогие телезрители, вам всего лишь сутки надо будет простоять, и вкуснейшая пекинская капуста будет подна к вашему столу. Можно я пробую? Да, конечно. Так, я у нас руку освобожу. Так-так-так-так-так-так-так. Освободите мою руку. Все. И пробую. Один раз. Кусочек. Очень вкусно. Я обожаю острые блюда. Большое спасибо, Неверяна, что поделились этим рецептом. Показали, как действительно должна готовиться пекинская капуста. Дорогие телезрители, мы уходим на рекламную паузу. Невероятно остро получилось у нас. Приходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, впереди вас ждет второе очень вкусное блюдо. Дорогие телезрители, мы снова в эфире. И на этот раз мы будем готовить блюдо с французской кухней вместе с Виктором Ле Камом, преподавателем французского языка из СВФУ. Виктор, добрый день и добрый вечер, кто у нас, во сколько смотрит. Итак, что мы будем готовить сегодня? Мы будем готовить французский салат. В принципе, называется салат днисуаз. Как? Салат днисуаз. Это салат из французского города Ницца. На русском, да? Это салат типичный из Южной Франции. Из чего он? Ну, в принципе, вот листы салата, феуи де салад. Феуи де салад. Ага, поеврон верт. Уроки французского языка. Поеврон верт, зеленые перцы. Потом помидоры. Тут черри или любые помидоры. Просто помидоры. Да. По-французски тоже помидоры. А, томат. У нас томат. Потом вот яйца. У нас это называется дезю. Дезю. Ясно. И вот, в принципе, можно тоже добавить тунец. Сегодня у нас нету тунец. У нас будет вегетарианский вариант. Да, вегетарианский вариант. Сейчас это очень модно. Про оливки мы, по-моему, не сказали. А, вот и оливки тоже, конечно. Или маслины. В том числе у нас маслины. Ну, по вкусу. Но тут самое главное, на самом деле, это соус. Это вот называется у нас винегрет. Это у вас салат так называется. У нас винегрет – это, на самом деле, соус, который сделан с уксуса. У нас на французском языке уксус – это винегр. Винегрет – это соус от уксуса. Небольшая путаница выходит. Хорошо, что делать? С чего начнем? Ну, сначала можно вот, ну, есть салат там, просто положить. Можно посмотреть на них или что с ним делать? Да, ну, вот, убирать, может быть, некрасивые штуки. Убирать некрасивые, но они могут быть вкусные все равно. Ну, главное, чтобы быть вкусным. Вот. Вы прекрасно говорите по-русски. Вы давно в России? Я в России уже три года, чуть больше даже трех лет. Чуть больше трех лет. Да, приехал сюда в марте 2014 года. Сюда это куда? В Якутию? Это в Якутию. Сначала я работал вот в Хамагате. Это недалеко от Намцев. Намцевский ул. Это небольшой поселок, да? Да, небольшой поселок. И там я, там есть, ну, известная уже сахо-французская школа. И вот я там работал. У меня была вот стажировка, ну, не стажировка, как называется, практика. Я был еще студентом в то время. Вы были студентом, и у вас была практика в России. Да, в России я сам выбрал сюда приехать. Я, в принципе, учился на вот французский, как иностранный язык. То есть, ну, чтобы стать французский. Вы преподавателем французского языка, да? Вот, для иностранцев. И вы планировали приехать в Россию? Да. Мне кажется, уже достаточно салата. А, ладно. Вот тарелка маленькая. Я хотел ввести свою лепту. Ну, спасибо большое. Что делать дальше? Вот, потом, ну, помидоры порезать. Это я. Это очень простой салат. Просто самое главное тут это соус. Такой типичный французский соус, который можно использовать вообще с любой. Ну, с любым салатом. И очень вот такой летный. Мне кажется, всем понравится. Вы уже три года, да? Не в городе, а в Якутии. Ну, в городе три года. А, в городе три года. Да. А в Якутии тогда? В Якутии, ну, чуть больше трех лет. Чуть больше трех лет. И вы уже попробовали, наверное, якутскую национальную кухню? Да, да, да. Что пробовали, что понравилось, что не понравилось? Мне кажется, я почти все попробовал уже. Если честно, я не очень люблю, вот, как называется, батараха, батараха, кровную колбасу, не очень люблю. Во Франции такое не готовят, не едят? Да, ну, на самом деле готовят, да. Но это сейчас блюдо не очень модное. Это вот мои, например, дедушки, бабушки обожают это. А вот моей поколения уже нет. Ну, да, не знаю, это собака. В традициях, в общем, у вас, в принципе, есть, да, в Франции? Кушать, получается, потроха? Ага, да, да, да. Ну, просто по-другому готовить. Но, если честно, во Франции тоже никогда не ел батараху, поэтому не могу сравнить. Это не мое просто. Понятно. Так, ну, не могу не спросить, раз уж со мной самый настоящий француз, вы лягушек пробовали? Да. Ну, только один раз. Это было даже не в французском ресторане, ну, хоть это было во Франции, но... Это было в ресторане или это было... Это было в ресторане, это был китайский ресторан. Китайский ресторан с французским блюдом или это китайская лягушка была? Да, где китайская кухня, короче. В Китае, видимо, тоже кушают лягушки. Так. И у нас во Франции, ну, кушают, как бы, лягушки, но... Ну, очень редко. Это более, мне кажется, как стереотип. Вот всем, ну, большинство из моих друзей никогда не кушали бы, например, лягушку. Это у нас, в принципе, просто... Хватит достаточно, да, или еще? А, достаточно уже. Лягушки – это стереотип, которые... Да, это вот. Ну, кушают, но очень редко. Мне кажется, сейчас, в принципе, это было только вот как-то бедные люди, как бы, когда на рыбалке во Франции кушали, когда кушать ничего не было. Когда улова нету, лягушка рядом прыгает, кушать-то хочется. Вот, ага. И сейчас это можно их кушать, но в дорогих ресторанах, где они каждый день бывают, короче. А на что похожа лягушка? Никогда не пробовал, и, ну, наверное, попробуй. Да, ну, мне показалось, и все говорят, что похоже на... На, как называется, на курицу. Мясо такое, ну, белое мясо, похоже на курицу. Не противно оно? Это оно хрустящее? Да, хрустящее, в принципе, его готовить, там, очень, ну, жарить его. И, в принципе, достаточно вкусно даже. Ну, хорошо, это мы о стереотипе поговорили. А что едят во Франции, ну, настоящее блюдо какое есть, кроме вот нашего салата, который мы сегодня готовим? Что мы кушаем? Ну, у нас очень разные блюда, зависимо от региона. Вы откуда? Я из Парижа. Ну, я живу пригородом, недалеко от Парижа. А там чисто из Парижа почти ничего нету, это уже такой, ну, международный город. То есть там все есть? Да, все есть. С русских блюд заканчивая какими-то китайскими, да? Да, китайскими, например. Хорошо. Там все можно найти. А если мы уедем, уплывем, да, уедем скорее, не уплывем к берегу, там что происходит? Ну, например, в Британии, это вот запаянная Франция, где море. У них, ну, морепродуктов много, морепродуктов много. И, например, блинчики. У них соленые блинчики с ветчиной, с сыром, с яйцем. Это очень вкусно. Я там обожаю. У меня в семя оттуда тоже. В Южной Франции этого рыбу много кушают. Потом, где, ну, на границе Германии тоже, там, фламкюш называется, это типа как пицца, но не пицца, не могу объяснить. Ну, разные будут, да. Но самое главное во Франции это сыр. Самое главное это сыр? Это сыр. Почему сыр? Потому что у нас много, ну, все знают, что у нас очень много разных сыров. И тоже вот в каждом районе, в каждом иногда даже деревне. Это гордость, да, Франция? Да, это гордость, Франция. Есть, наверное, свое вино, свое отдельное, и свой сыр. Да, да, да. Не знаю, как сыродель, да, или ферма вращает сыр. Да, да, да. А мы как бы постоянно вот кушаем сыр. Так, давайте немножко подытожим, дорогие телезрители. Мы сейчас приготовили помидоры черри, где-то грамм 300, наверное. Это листья салата, это зеленый перец. И пока все, да? Да, потом вот можно еще добавить оливки? Давайте я оливки. Я пока вот яйца готовлю. Потом приготовим соус. Это вот самый еще раз главный тут. Главное не разбрызгать. Для себя. Все, вроде бы открыл. Теперь нужно их выловить там. Оп. Вот. Надеюсь, они там. Надеюсь, я их найду. Там они с косточками? Мы должны косточки их избавить, да? А, они с косточками, да? Ой. Ну, косточки явно нужны. Да, лучи еще брать. Ну, может быть, будет слишком долго, можно их просто так, потом внимательно, осторожно кушать. Это салат-сюрпризом из Франции. Привет из Франции. Да, да. Какие блюда, я все-таки еще раз хочу спросить, во Франции кушают? Какие блюда у нас? Вот на Новый год, может быть, есть какое-то блюдо у нас есть? На Новый год. У нас есть оливье. Во Франции? Это вот готовить, ну, на границе Испании. Там в основном очень много кушают уток. И это как паштет, короче, но очень дорогой. Это самый, вот, главный, может быть, деликатес Франции. Так, что делаем с яйцем? С яйцем просто вот можно... Начался с акцентом разговаривать. Что делаем? Вот, можно вот 4 части делать просто так. И потом его поставить. Вот так. Какой мужской салат получается? Не нужно много резать. Да, это очень простой салат, летний такой, зежий. А можно... А, ничего. Уже нельзя, да? В принципе, чтобы было красиво, надо было вот по бокам. А, извините. Французское блюдо. Я все поправлю. Чтобы было красиво. Отлично. Вы преподаватель. Да. В СВФУ. Да, вот так. Много ли сейчас... Большой ли интерес к французскому языку в городе у нас? Ну, до сих пор есть интерес. Я не могу сказать, что он большой, мне кажется. Несколько лет назад было... Больше. Интерес бы больше, да. Сейчас, как сказать, люди предпочитают, конечно, китайский язык. Китайский язык? Да, корейский язык. Это я все понимаю. Конечно, это близко находится, там большие возможности. Немецкий там, это центр Европы, да? Да, вот. Это у них хорошая, крепкая экономика. Я знаю, что у нас в Якутии, или в Якутске только один человек сдавал французский язык, как ЕГЭ. Вот. Вы готовили, по-моему. Да, 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 я с ней работал. В прошлом году, мне кажется, только два человека. И вот, я надеюсь, что в следующем году еще будет хотя бы один человек. Пожалуйста. Почему нужно знать французский язык, Виктор? Ну, мне кажется, вот еще... Давайте, я пока буду делать. Вот, можно немного просто... Ну, я же скажу, давайте... Еще, 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 еще. Так, пока говорите. Ага. Почему? Ну, на самом... Ну, все знают, что... Ну, может быть, не все, кстати, но вот хватит. Говорят по-французски не только во Франции. Конечно, говорят еще по-французски в Канаде, например, особенно в Квебеке. Кстати, да, в Канаде это один из языков. Да, это официальный язык Канады тоже. Иногда забывают люди. В Бельгии тоже. И Швейцария, которая очень... Какие классные, хорошие страны. Да, 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 вот, красивые страны. И еще... Еще в Африке, на самом деле, почти половина Африки. Африки говорить по-французски, как бы. И поэтому это очень распространенный язык. Дорогие телезрители, учите французский язык. Тем более, что у нас в СУФУ еще как минимум один год будет преподавать носитель французского языка. Спасибо за рекламу. Какие у вас планы будут? Какие планы? Ну, я бы хотел еще, вот, я уже три года живу в России, и я бы хотел, ну, дальше тоже жить в России. Так, у нас осталась буквально одна минута. Что мы дальше делаем? А вот сейчас масло, горчица, желательно французская горчица. И потом уксус. Это очень важный такой уксус вина. Из-за рекламы Франции. Хорошо, дальше делай. Перемешиваем. Вот, перемешиваем. Это соус у нас называется фенеград. Ой, еще чуть-чуть, да, больше, больше. Что нужно? Еще побольше крутить? Нет, нет, вот, да, больше крутить, чтобы уфли было. Перемешал, достаточно. И наличь. Аккуратно наливаем. Надеюсь, я красиво это делаю. Да, неплохо. Неплохо? Ну, у меня опыта немного. Так, давайте попробуем. 20 секунд. Дорогие телезрители, пока мы будем наслаждаться вкуснейшим салатом французской кухни, я хочу сказать, что наш эфир подходит к концу. Приятного вам аппетита. Я думаю, что аппетит у нас всех разыграл. Смотрите, у нас в это же самое время, в этом же самом месте. Всего хорошего. И учите французский язык. И давайте подвигнем. Французский язык.